Клещи не единственная проблема, с которыми приходится сталкиваться любителям дачной жизни. Споры с соседями тоже не редкость. Какие вопросы могут стать настолько острыми, что к добрососедским отношениям приходит конец? Сегодня вместе с нашим гостем, председателем союза садоводов Александром Казаковым, рассмотрим, какие основные проблемы могут возникнуть с соседями по даче и как их, главное, решить полюбовно. Доброе утро! Доброе утро! Но, я думаю, ни для кого не секрет, что на даче действительно возникают у нас иногда споры какие-то, недопонимания. Вот если сосед докучает, кому пожаловаться? Кто у нас третийский судья? Понятно, что прошло то время, когда профсоюзные комитеты наводили здесь порядок, и все эти проблемы как бы их не слышны были, то есть широко не распространялись. А теперь, конечно, профсоюзных комитетов нет, органы власти как-то на это мало реагируют, и приходится внутри общества эти конфликты решать. Ну, основные арбитры основы это, это председательство доводческого объединения. Иногда, значит, конфликт заходит в Лугу Кота, специально по этому поводу собирает правление. Правление решает. Ну, допустим, людям выдавали когда-то определенное количество, ну, допустим, по 10 соток территорию. И в итоге, когда начали приватизировать, оказалось, что у одного больше, там, на несколько метров или десятка метров, у другого меньше начинают спорить. Нет, я здесь все давно-давно никак ни пяти не уступлю и так далее, и так далее. Сама приватизация земли, то есть, которая сделала садоводов собственниками, ну, как их, с какой стороны посмотреть, и они всегда, это, значит, за каждый метр стараются как-то, значит, отстоять свои метры. Ну, смотрите, а если вот у нас спор, да, с соседями, ну, прям до драки доходит, и у нас председатель не может решить эту проблему, вот куда еще обращаться? Какие инстанции? В суд, что ли, писать заявление? Ну, если они собственники, у них есть свидетельство на право собственности на эту землю, и там прописана какая-то определенная площадь этой, то прямая дорога только в суд, только в суд. А то бывает так, что, значит, приватизировал один сосед, даже не поставив известность другого, своего соседа, и прихватил там несколько метров. Ну, тоже опять суд. Да, тоже такое бывает? Да, бывает. Ну, давайте сейчас тогда разберем основные причины этих конфликтов. Что чаще всего у нас происходит на дачном участке? Ну, если по земле, то, конечно, чаще всего вот как раз территориальные полы. Нарушение границ? То есть, бывает, садовод еще давным-давно, когда не думали даже приватизировать, построил где-то баньку прямо на границе соседа. А документы, в частности СНИП 30.02.97, регламентируют, что любая постройка, не любая, вернее, дом жилой должен быть не ближе трех метров к соседнему забору. А другая постройка однотажного исполнения, баня, сарай, гараж и то, не ближе одного метра. Но если это нарушается, конечно, в суд надо идти. А, и что, суд обяжет убрать это знание? Ну, во-первых, потребует, наверное, провести экспертизу, сильно ли затеняется, может, это с северной стороны, может, это с южной стороны. И если это касается жилого дома, то, как правило, назначать только компенсацию. Дом снести довольно сложно. Вот сосед надо было проще, поступить, сказать, слушай, ну, приходи в баню, сосед, ну и все, и ведь полюбовно бы решилось. У нас есть телефонный звонок, коллеги подсказывают, и как раз, по-моему, вопрос про баню. Давайте послушаем. Алла, доброе утро. А что? Здравствуйте. 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 Подскажите, пожалуйста, сосед поставил бан прямо на меже, то есть на границе. Угу. Как с ним бороться? Все понятно. Ну, вот как раз мы сейчас обсуждали. То есть, если мы правильно поняли, значит, вот есть у нас граница, если баня поставлена прямо на границе, значит, нарушена. Нарушена. Потому что она должна быть не ближе одного метра. Не ближе. А куда обращаться? В суд. Только в суд. Председатель тут, как правило, значит, не обладает такой властью. Угу. Ну, и обращаться в органы власти, они считают, что разводят руками, скажут, обращайтесь в суд. Это столько судебное дело, да? Да. Ну, или можно к соседу. Или к соседу. Не гневи. Или я буду мыться у тебя. Или говорится мирно-будемно. Это бывает, что сосед жалуется, что у соседа нарушение, а свои нарушения он не видит. Можете пилиться его там в 30 сантиметрах от его же соседа или от другого соседа. Ну, вот по поводу границ, вроде бы, хотя бы немножечко, да, разобрались. Если соседи у нас, вот еще одна важная проблема, мусор, да, вроде сейчас у нас как-то пытаются уже нормализовать ситуацию. Если систематически, ну, выбрасывают мусор на улицу? Это трудно, вообще-то, уследить, кто выбрасывает на улицу. Ну, это, вообще-то, говорит о ее внутренней культуре. Я согласен. Потому что это как дома, заметать весь мусор под кровать. Как будто ее не видать, но он никуда не девался. Значит, в принципе, уже сейчас почти все 100% садоводческих объединений имеют договора с организациями на вывоз мусора, размещают мусорные баки, кое-где бункера, и таким образом регулярно, значит, мусор убирается. Ну, некоторые задачники живут почти в километре от этого мусорного бака, и, естественно, ему легче выбросить куда-нибудь за забор. Ну, то есть, если бы мы это увидели, все-таки председатель. Первое рисунок председателя. Председатель, конечно, не усидит. Не пожаловаться-то можно, если бы мы его увидели? Конечно, можно, можно. Притом, в год можно раза-два, а то и может чаще проводить субботники за территорией, за границей общества. Этот лес очищать все-таки. Видно же, мусор-то, наверное, дачный. Нет, я сейчас подумал, что раза-два можно председателю пожаловаться. Да-да-да-да, неволе. Такой, какой раз ко мне уже, третий, я уже не приму. Очень частый вопрос возникает, знаете, преимущественно возникает у молодежи, потому что очень, сейчас не более майские праздники. Шашлыки. Много кто поедет на дачи, отдыхать, вот уровень шума. Вот у нас ведь есть закон, который регулирует это. Это общий закон, да. И на дачные... У нас примерно 180 садоводских веней в территорию города входят. Но которые не входят, они тоже являются, как бы, значит, местом, где проживают, отдыхают, трудятся люди. Если это нормативы по шуму, там, или по тем безобразиям, которые все-таки как-то неприятны для других соседей, они общие. И в этом смысле, что там администрация-то не великая в садоводском обществе, а есть тысячи и более людей. А что такое, может, председатель и правление? Правление – это общественная, так сказать, нагрузка, не получая зарплаты. И таких услуг или служб аварийных, или таких каких-то, значит, контрольных служб у председателя, как правило, нет. И все на нем замыкается. А проблема, как говорится, в садоводском обществе, как в городе, только взятая в масштабе. Вот. Еще одна напасть. Дач – это домашние животные. Ну, возьмем собак, например, они постоянно лают, либо какие-то агрессивные. Вот в этом случае что делать? Колбаску не хочет она кушать, допустим. Ну, что? Ну, если собачка имеет свое хозяин, то хозяин обязан ее содержать так, чтобы не было никому от ее неудобно. Ну, часто же такие, которые, они просто бродят там, их там кто-то подкармливает, они там неплохо вроде как существуют, но все-таки они представляют какую-то опасность для людей, которые ходят мимо. У нас был случай, когда женщина пожилая, она была сторожем, ее большая собака сорвалась с цепи, значит, агрессивно, ну, ладно, маленько ее спасти, но она попусала ее. Это непорядок, это, конечно, представитель тоже не может, ну, предупреждение вынесет этому садоводу. А садовод говорит, да она сорвалась, я был на дежурстве где-то, я не виноват. Как это не виноват? Твоя собака? Ты не виноват, если не за ней. Ну, потом эта собака как-то куда-то убрали. Переехала в город. Как-то куда-то убрали. Уже в завершении беседы, все-таки, если подвести некий итог, да, вот каких законов и нормативных актов нужно придерживаться дачникам, чтобы не возникало таких садоводцев? Ну, в основном, этот закон для садоводцев, это 66-й, еще от 15-го года, он довольно устарел. И сколько, и я тоже давал такие свои предложения, и на съезде садоводов России, и Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и в Москве, и, значит, общался с председателями других регионов. Изменений много, но до сих пор Государственная Дума эти изменения как-то не обобщила и не приняла в новом чтении этот закон до сих пор. Это основной закон, и там прописано много. Кроме того, есть нормативы СНИП 30.02.97, сейчас он преобразован в свод правил, но один к одному там все сложено. Ну, в основном, эти вот законы, и другие общественные, которые, допустим, чтобы не было с уголовным законом, или там противопожарными мерами, мерами соблюдения электрической, мер безопасности по электрической энергии, все эти общие, они для всех имеют силу. Ну, все-таки, самое главное, чтобы не нарушались законы совести, потому что они самые главные для нас, они не будут нарушаться, и другие тоже будут соблюдаться. Это, конечно, зависит от культуры. Будем надеяться, что в этот год, знаете, у вас возрастет. В год культуры, да. В год культуры, как-никак. Спасибо большое за беседу и хорошего вам. До свидания. До свидания. О дальнейших конфликтах мы говорили с председателем Союза Садоводов Александром Казаковым. Запись интервью вы можете найти в нашей группе ВКонтакте.